Добрый день, коллеги! Меня зовут Гаврилин Олег, я являюсь инструктором по фридайвингу, по подводной охоте, также занимаюсь триатлоном и плаваю достаточно долгие дистанции в открытой воде, зачастую холодной, поэтому считаю, что я немножко разбираюсь в гидрокостюмах. И сегодня хочу поговорить о новинках от компании Аквасфера 2016 года, о гидрокостюмах, в частности о гидрокостюме Аквасфера Рейсер 2016 года. Этот гидрокостюм относится к серии ПРО, располагается он где-то посередине между Фантом, который считается более топовый, более марафонский, такой имеет ряд каких-то таких вот фенечек, и чуть-чуть более начинающим костюмом Челленджер. Ну то есть Рейсер это такой костюм, такой настоящий, прям золотая середина. Давайте посмотрим, сделаем анбоксинг. Я не видел еще этот костюм, единственное, что я про него знаю, тут небольшая как бы распечатка с сайта производителя, и в принципе у меня есть достаточно большой опыт использования гидрокостюмов Рейсер предыдущих годов. Ну костюмы крутые, очень эластичные, достаточно дорогостоящие, хороши они для плавания, хороши они для фридайвинга, идеально они подходят для норков в категории ДНФ, Dynamic No Fins без Last или там соответственно там норков без Last глубину, ЦНР Constant No Fins. Ну и даже кроли, например, люблю в них плавать, просто так вот, по воде. Поставляются они вот такой вот сумочке с сеточкой, давайте поглядим, что там у нас внутри. Сумочку убираем в сторону. Визуальный костюм очень гладкий, скользить точно совершенно, он будет великолепно. Как я говорил в предыдущих обзорах, все гидрокостюмы Аквасферы, все серии ПРО изготавливаются из Неопрен Ямамото 39 со специальным покрытием SCS Ямамото суперкомпозитским. Это покрытие обладает гидрофобными свойствами, то есть вода отталкивается, костюм не намокает, и вы едете практически в небольшой пленочке воздуха. За счет этого скольжение увеличивается многократно, эффективность каждого грибка увеличивается многократно, ну и соответственно, ваши места в гонке тоже растут, потому что просто-напросто вы за каждый грибок проезжаете там на какие-то сантиметры больше, чем ваш соперник, у которого другой не столь технически изощренный костюм. Так, что это у нас тут, видимо, чтобы он не сминался, такая транспортная накладочка, этикетка, паспорт. У нас тут написано, не открывать, не распаковывать с помощью ножниц. Когда вы надеваете, снимаете гидрокостюм, следите за тем, чтобы не повредить его ногтями, ваши ногти должны быть коротко пострижены. Если во время снимания надевания вы причините ему какие-то повреждения, эти повреждения, maybe repairable, короче, они могут быть починены, но они не подлежат покрытию по гарантии, поэтому берегите ваш костюм, стерегите ногти, коротко. Ну, поехали. Привет, дорогой. Значит, вот так вот сейчас распечатаю, такие вот у нас красивые штанины. Здесь еще у нас одна транспортная такая накладочка. Господи, какой костюм красивый, мама дорогая. Вообще, ребята, это шик. Это просто шик. Так, смотрим. Вот так вот он выглядит у нас. Вот такое вот изделие. Ну, во-первых, так, из ощущений, он очень легкий. Прямо легкий-легкий-легкий. Он очень эластичный, причем он и очень эластичный как-то так, и на сжатие, я прям это здорово ощущаю, намного эластичнее, чем предыдущий рейсер. Наверное, сходу могу предположить следующее, то, что этот киперкостюм идеально подходит для пловцов и триатлетов, и, возможно, не так уж он будет хорош для фридайвинга, потому что в силу того, что неопрен очень эластичный, будет здорово колебаться плавучесть. Принтер как глубину, подчеркну. Если кто-то практикует фридайвинг в длину, ну, то есть бассейновый и так далее, то если бассейн с ровным дном, ты хорошо вывесился, то, мне кажется, все будет идеально. Прям лег на него и пошел уже. Грибок скольжения, грибок скольжения. Так, из примененных технологий. Что у нас тут есть, о чем можно сказать? Как и все гидрокостюмы для триатлона, в общем-то, в своей конструкции, такая особенность, как утолщенную пластину неопрен, расположенную на передней части. Это грудь, бедра и, соответственно, передняя часть голеней. В данном случае она называется Аквадрайв-кор. Это, собственно говоря, вот здесь вот прям толстенный такой кусок неопрена. Как толстенный, 5 миллиметров. Настолько же толстый, как у гидрокостюма самого топового Акросфера Фантом. И толще, чем у Челленджера, потому что у Челленджера 4-х миллиметровая здесь пластина стоит. Предназначение этой пластины, там, если кто-то не знает, я напомню, если кто-то знает, простите меня, для того, чтобы плыть эффективно, тело должно занимать в воде максимально горизонтальное положение. Если ноги будут тонуть, во-первых, вы начинаете приобретать сопротивление дополнительное, тратите намного больше усилий на ноги, чтобы ноги сплыли и так далее, и так далее. Для триатлона это очень важно иметь горизонтальное положение. Почему? Потому что, во-первых, вы быстрее плывете, эффективнее плывете. Во-вторых, в триатлоне первый этап – это этап пловцовский, где у нас работают и руки, и ноги. А второй и третий этап – это этапы белые, беговые, где у нас работают только ноги. Поэтому ноги надо оставить максимально свежими, максимально незакисленными, неусталыми. Поэтому, чем выше мы сидим в воде, чем горизонтальнее мы сидим в воде, тем это со всех сторон для нас хорошо. Значит так, Аквадрайв Корр 5 мм. Далее. Рукав. Рукав. Синий участок неопрена вместе с черным. Это 2-х миллиметровый неопрен. Наиболее эластичный такой какой-то здесь использован. Соответственно, я, наверное, могу предположить, что по сравнению с Фантомом, этот гидрокостюм более спринтерский, нежели чем Фантом, потому что Фантомом более стаевский. У Фантома, напомню, здесь стоит миллиметровый неопрен. Конечно, да, на взмахе это легче. Но он и изнашивается быстрее, соответственно. Причем считает, что Фантом стоит дороже. То есть это надо прям очень захотеть проплыть какой-то конкретный там ультрамарафон в воде, для того, чтобы оправдать покупку такого костюма. Дальше. Био-стрейч-зоны. Вот они. Высоченные. Такие вот мне отрезаны. Двух миллиметровые тоже. Они по спине и подмышечная впазина. То есть когда рука заходит на грибок, когда мы атакуем, видно, да, то, что наибольшее растяжение у нас происходит именно вот здесь. Поэтому неопрен в этих местах должен быть максимально эластичным, чтобы нам не тратить лишние силы, совершая какой-то, не знаю, там десятитысячный или пятнадцатитысячный грибок, для того, чтобы не просто руку донести вперед, но еще и преодолеть сопротивление неопрена же своего. То есть здесь, в общем-то, все максимально эластично. И при этом, скажем так, 2 миллиметра, но все-таки это такая толщина неопрена, которая позволит ему оставаться в рабочеспособном состоянии достаточно долгое время, несколько сезонов. Если посмотреть внутри, по рукаву, все швы дополнительно усилены лентой эластичной. Просто она, как-то так, настолько здорово тут подобран цвет, что ее практически не видно. Здесь вот, в общем-то, тоже вот она присутствует. Что еще по штанам? По штанам, соответственно, тоже мы видим, да, эластичная лента усиливает у нас сочленение. По играм. Вот эти вот у нас тут располагаются небольшие вставочки. Quick Release, они предназначены для того, чтобы мы могли максимально быстро одеть и снять гидрокостюм, продернув наш голеностоп с отстоящей стороны пяточной костью через вот это дошлое место. Во-первых, сделать это быстро, во-вторых, сделать это, не повредив наш гидрокостюм. Потому что здесь вот этот кусочек неопрена, он дублирован тканью. Ткань-то у нас, позвольте, я посмотрю. Это лайкро, да, потому что я совершенно вижу, что у него такая паутинкообразная плетение, которое в разные стороны тянется одинаково эффективно. И, в общем-то, за счет этого мы можем достаточно активно здесь его растягивать, и он не повреждается. На скольжение это никак не сказывается. Почему? Потому что все-таки во время плавания у нас ноги достаточно часто выходит чуть-чуть на поверхность, цепляют пузыри, то есть здесь у нас все равно какая-то пена и кавитация. И на толчок это в роли не играет никакой этаж, это на скольжение. Дальше, перемещусь, с вашего позволения, вставшие уже давно визитной карточкой аквасферы вот эти вот зоны в районе предплечий, которые позволяют нам наиболее полно использовать эффективность, усилие от каждого нашего грибка, выполненного по концепции, холюбов, высокий локоть. Соответственно, чем больше у нас площадь отталкивания, тем более эффективна у нас грибок. Площадь отталкивания у нас определяется как габаритами конечностей, в данном конкретном случае, так и, собственно говоря, тем, какую площадь имеет у нас вот эта вот задняя рабочая поверхность. Понятно, да, то, что вот гладкая, тем более с покрытием SCS, поверхность головы неопрена, у нее площадь, она там минимально возможна. Здесь же площадь у нас тут ткань, плюс вот такая вот еще тут хитрая накладочка, которая имеет бугристую структуру, и которую площадь нашу увеличивает многократно. За счет этого каждый толчок, каждый грибок, каждый захват у нас там чуть более и более эффективен. Вот, молния, молния самая простая, ну как самая простая, отличная молния японская Yuki-Key, но она не реверсивная, как у костюма Phantom, например, ну скажем так, чтобы одеть Phantom, вам обязательно нужна помощь постороннего человека. Здесь вы совершенно спокойно можете одеть этот гидрокостюм самостоятельно сами. Вот, он сами может ее застегнуть, сами можете ее расстегнуть. Вот, и еще из особенностей, ну, мне реально, конечно, у меня много разных костюмов, мне очень нравится, как у Апросферы сделано воротничок. Здесь именно такая вот замудренная комбинация головы, неопрена и латекса. За счет этого воротничок очень мягкий, очень эластичный, точно совершенно здорово прижимается к горлу, к шее, точнее, не допускает излишков запортной воды, чтобы она не шла вам под гидрокостюм. Во-первых, ну, не охлаждалась, что на самом деле для меня никак принципиально охладостойкий. Главное, чтобы она не собиралась у нас где-то в штанине, не увеличивая инерцию к каждой конечности, не создавала лишнее сопротивление, когда вот такие некрасивые складки возникают. Этот воротничок держит. Ну и плюс еще надо понимать все-таки, что когда вы плывете в открытой воде, то вы достаточно часто вынуждены задрать голову, чтобы просто посмотреть, куда вы плывете. Потому что если вы плывете в бассейне, вот перед вами синяя полоска, и выиграете там как-то так, то в открытой воде периодически вам приходится поднимать голову, просто чтобы увидеть, куда вы идете, там, на буйок-то, я вам надо развернуться или на какой-то объект и так далее. Такие моменты, все-таки, когда голова задрана, и воротничок, если будет жесткий, плюс еще, то даже замок-молния входит, вам будет очень неудобно. Придется преодолевать вот это сопротивление, как-то может и натереть и так далее, и так далее, у атмосферы всего этого нет. Ну, я могу сказать так, что рейсер мне очень нравится, потому что, ну, все-таки фантом, какой-то такой костюм, но я не плаваю от таких марафонов, вот лично я. И мне для себя оправдать наличие вот этого Корс-саппорта, который требует там еще одного помощника, который застегивает у фантома, и 1-миллиметрового, очень уж нежного какого-то рукава, я не знаю, мне сложно. Рейсер такой прям костюм, который, конечно, обладает, наверное, самым лучшим соотношением цена, технологии и качество. Вот, настоятельно рекомендую всем тем, кто хотел бы действительно плавать быстрые, быстрые триатлоны какие-то, да, там, или быстрые дистанции, присмотреться к костюму рейсера, потому что рейсер, он не просто так называется рейсер в периоде гонщик, это действительно, это вот такой шикарный костюм для быстрых триатлетов, для быстрых пловцов. Все, спасибо, до новых встреч!